В канун Рождества, как писал незабвенный Николай Васильевич Гоголь, активизируется всякая нечисть. И по странному совпадению, именно 6 января Петр Порошенко получил свой пресловутый и так необходимый накануне выборов Томас. Какая церковь Камуматии, причем здесь этот самый Томас, обсудим с Натальей Поклонской и Иваном Соловьевым в прямом эфире программы «Вечер.Лайф». Добрый день, господа. Добрый вечер. Итак, Вселенский Патриарх Варфоломея вручил представителям Украины Томас об автокефалии. Есть мнение, что это черный день для многих верующих и действительно ли это начало конца канонического православия, как вы считаете? Во-первых, он вручил проект Томаса, потому что он не подписан всеми, кем должен быть подписан. Так вручили, чтобы порадовать, и забрали обратно. Во-вторых, я считаю, что так называемая автокефалия и Томас – это создание не церкви, это создание нацистской религиозной организации на Украине. И никакого отношения к церкви не имеет эта организация. Правого сектора, что ли, не хватает, или запрещенного в России, или прочих организаций? Знаете, как интересно получается? Я недавно, в прошлом году, получила смертный приговор в отношении себя и в отношении других участников уголовного процесса по обвинению Костенко, который был активным майдановцем, чинил беспорядки в Киеве в 2013-2014 годах, и телесные повреждения причинял нашим сотрудникам Беркута. Так вот, этот смертный приговор тоже вынесен украинским судом правого сектора. Прокурор, судья, секретарь и все остальные, вот они постановили... То есть, по сути, националисты, они подминают под себя и религиозные какие-то организации в данном случае? Националисты в данном случае на Украине, они под себя абсолютно все вообще уже сгребли. Это и власть на Украине, кому-то нужна нацистская такая, радикальная националистическая власть. Даже суды, даже спецподразделения, теперь им нужна организация религиозная. То есть, президент Украины, который никакого отношения не может иметь к вере, к религии, потому что церковь по Конституции Украины отделена от государства, он принимает решение незаконно, явно превысив свои должностные полномочия и вопреки интересам людей, такое решение о создании некой организации. Заставляет теперь в эту организацию, в эту религию верить людей. Но это же невозможно. Иван, вот Наталья сказала о том, что бросили кость, по сути, в виде этого Томаса, который подписал только Варфоломей, а другие представители не подписали, хотя, по сути, должны быть. Вот с юридической точки зрения, это действительно самая кость, которую бросили и тут же отобрали? Или все-таки после того, как Томас все подпишут, если подпишут, действительно появится отдельная автономная украинская церковь? Насколько это будет законно с точки зрения... Я понимаю, что это может быть другая юриспруденция, но, тем не менее, основы одни и те же. Вы знаете, вот в чем, во-первых, сразу скажу с вами согласен, Александр, это в том, что черный день для украинских верующих. Знаете, почему черный? Потому что они не просили. Сами верующие не были инициатором никакого раскола, никакого отделения, никакой автокефалии. Поэтому тот запрос, который мог бы идти от верующих, его не было. Также не было запроса ни от епископата, ни от служащих украинской православной церкви. Этот запрос шел только от узкого круга людей, которые находятся сейчас у власти. И они, конечно, не владели никакими вопросами канонического права, ни иными тонкостями церковными. Хотя, если посмотреть немножко вглубь, как говорится, у нас любят плясать от печки и вспомнить, что же такое было в 1686 году. Ведь как сейчас получила автокефалия Украина, отменили акт 1686 года о вхождении украинской митрополии в состав московской митрополии. Но давайте поглядим. Тогда территория киевской митрополии была в разы меньше, чем на сегодняшний день в 1686 году. Поэтому первый и самый главный принцип уже не соблюден. Второе, украинская церковь, вот как они сейчас, ПЦУ, да, ее называют. Ну там кто-то говорит... ПЦУ. СЦУ, есть ряд шуток на эту тему. ПЦУ тоже хорошее, есть, да, в Одессе такое слово специфическое, созвучное с ПЦУ. Вот, сейчас, я думаю, те, кто знает, отметили для себя это. Вот, они имеют... У меня, кстати, вот редактор Одессит подсказывает в ухо таки да. Таки да. Поэтому, да, видимо, отметили. Что сейчас вот этот Томас, да, и Джерри, он предоставляет гораздо меньше полномочий для украинской церкви, чем у нее было, когда она входила в состав московского патриархата. Вот это удивительно абсолютно. Иван, хорошо, но вот это все исторические моменты. Все мы знаем, что при определенном стечении обстоятельств и желаний, да, можно их разворачивать, крутить, вертеть и трактовать абсолютно по-разному. Согласен, да. Но мы говорим о том, что происходит сейчас. Вот, Наталья, да, по факту рейдерский захват, да, мы говорим не только о моральном, да, о духовном рейдерском захвате, да, но в том числе и о материальном, я имею в виду, храмы, лавры и прочее. А что делать? Вот в этом случае что? Сидеть, сложить лапки и кивать головой? Или есть какие-то реальные пути решения этого вопроса? Ну, я убеждена в том, что на сегодняшний день следственный комитет, следователи уже должны, должно быть, может быть, специальный отдел, либо следственная группа какая-то уже создана. Но следственная группа, она не будет защищать верующих у стен лавры? Нет, защищать веру свою, это право людей, которые верят в эту веру. То есть православные могут защищать свою веру, и никто их не заставит верить в созданную искусственную какую-то религию, тем более такую ультрарадикальную, националистическую, которую сегодня пытается создать президент этой страны. Я имею в виду то имущество, которое сегодня принадлежит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, оно, конечно же, предположительно будет разграблено. И вот на сегодняшний день нужно фиксировать все нарушения, связанные с разграблением имущества, связанные с ущемлением прав верующих, прав священнослужителей, которые на сегодняшний день уже ущемлены и уже нарушаются грубейшим образом их. Потому что мы видим, приходят сообщения по телеграм-каналам, по различным другим средствам, интернет-средствам, где сказано, что определенные приходы в различных областях Украины уже ждут представителей правого сектора в определенное время и готовятся к определенного рода нападениям. Наталья, ну хорошо, будем мы фиксировать, а что дальше? Мы уже сколько лет фиксируем преступления в Донбассе, а смысл в этом? Савченко поймали, отпустили. С другой стороны, допустим, Украина, она уже пять лет фиксирует нарушения, якобы какие-то у нас в Крыму, в якобы аннексированном, и ни к чему это не приводит. Это только формальности. А по факту, как можно защитить верующих? У нас на сегодняшний день аннексирована Украина. И поэтому мы должны фиксировать нарушения, потому что рано или поздно ответить придется. Закон нарушен. Прежде всего, нарушена Конституция Украины. И то, что они осуществили в 2013 году и провели государственный переворот, фиксация уже была и фиксировали эти преступления сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Эти все материалы внесены в единый реестр досудебных расследований. Я уверена в том, что рано или поздно ответить придется. Все преступления, которые совершены, они должны быть зафиксированы. А как они ответят по закону, это уже дело наше. Как мы сработаем? Иван, Порошенко увековечил себя в Томасе, продолжая все-таки тему религию. В конце документа упоминается имя президента, который, по сути, поспособствовал великий герой украинской нации, который предоставил автономную церковь. В этом случае Порошенко торговался за независимость украинской церкви или зарабатывал себе какие-то бонусы в виде предвыборных очков? Ну, ответ, мне кажется, он лежит на поверхности, с этим все понятно. Ведь как, смотрите, я думаю, из-за чего, собственно говоря, появились претензии к украинской православной церкви. Первое. А. На литургиях упоминался Патриарх Морсковский и Сея Руси Кирилл. Чего бы им, наверное, конечно, очень не хотелось, ну, в силу того, что просто бы не хотелось. И та оголтелая кампания, которую они против Святейшего организовали в украинской прессе, не хочу даже приводить эти слова, просто неприличные вещи, которые они пишут. Первое. Второе. То, что распоряжением Патриарха на каждое или другие читалась молитва о мире на Украине. А нынешняя украинская власть очень бы не хотела для того, чтобы этот мир, очевидно, на Украине настал. И чтобы верующие своей молитвой эту веру, этот мир приближали. Поэтому во что бы то ни стало, нужно было разрушить духовное единение наших народов, общую веру. А для этого вот эти все раскольнические шаги, которые были придуманы, беспрецедентное вмешательство политической власти, когда, собственно, едет получать вот этот Томас, огромная делегация, там, господи, кого только не было. Я ради интереса посмотрел этот состав делегации все. И Порубей, который вообще униат и никакого отношения к православию не имеет. И министр энергетики, и чего только не министр там. И вот этот господин Думенко, который туда приехал, который фактически не имеет никаких полномочий. Ни епископов назначать, ни батюшек назначать рукоположен. Всем этим будет ведать, в том числе и их внешней политикой, Варфоломей. Поэтому это черный день и для верующих, и черный день для украинской церкви. Министр топлива и энергетики – это важная фигура в церковной иерархии, все мы знаем. Но вот я все-таки продолжу тот вопрос, который уже задавала Наталья. Сразу после подписания Томаса украинские радикалы анонсировали ряд провокационных акций непосредственно у религиозных сооружений, у церквей. Вот в этом случае что могут противопоставить украинские священники, по сути мирные люди, или просто прихожане этой оголтелой толпе, зачастую вооруженной? Вы знаете, я слышу очень много вопросов в последнее время, как церковь должна защищать себя. Но давайте мы представим, что у государства есть, конечно, государство в этом отношении проще, у государства есть специфические инструментарии, как государство защищает себя. С помощью того набора, который мы знаем, это и внешняя разведка, это и контрразведка, это военная операция. У церкви, к сожалению, этого инструментария нет. Церковь основывается первое на молитве, конечно, и на неких канонических правилах, в основе которых и смирение, и долготерпение, и так далее. Которые, по сути, они могут легко нарушить, как показывает практика, потому что на сегодня предоставили автокефалию Украине, но мы не будем забывать о том, что она распространяется исключительно на территории Украины. То есть, по сути, приходы другие, диаспоры украинские на сегодня, они остались не у дела, они принадлежат теперь Константинополю. Можно ли это говорить о том, что просто торговые отношения верующими между Константинополем и представителями украинской стороны? Наталья. Ну, наверное, так и можно говорить. А по поводу еще механизма защиты прав, ну, никто не исключал такой возможности обращения в различные инстанции. Да, на Украине бесполезно писать. Бесполезно писать правозащитникам международным, но писать надо. Но все равно писать надо. И я знаю, что группа адвокатов на Украине, они обратились с исковым заявлением в определенные инстанции, в том числе и к международным правозащитным организациям, вот по факту этого беспредела. По факту создания такой религии, по усмотрению президента Украины. Поэтому в любом случае нужно обращаться, нужно писать. Все равно это останется. И нужно, конечно, нельзя сложить руки и сидеть молча. Веру надо защищать. В душу никто не залезет. Но веру в любом случае нужно защищать. Вера в душе, в сердце. Ее никто не отнимет. Но то, что на земле здесь нам даны какие инструментарии, их нужно полностью использовать. Кроме прочего, нужно защищать и братьев по вере, и сестер по вере. Чем Россия может помочь украинским верующим? Какие рычаги воздействия, давления существуют на сегодня у государственных структур, в том числе у Государственной Думы, для того, чтобы каким-то образом урегулировать вопрос? Тем более это касается и Крыма. Ведь Крым находится в подчинении Киевской митрополии. Да, поэтому в Крыму можно и очень многое сделать по защите права верующих на Украине. В частности, ко мне обращались люди, православные верующие из Украины по данному вопросу. И мной направлен депутатский запрос через посольство в Турцию. Генеральному прокурору Турции, уполномоченному по правам человека Турции. По нарушению в Арфоломеем закона, турецких законодательных актов и турецкого закона по данному решению. К сожалению, ответа не поступило. Мы будем направлять дополнительный депутатский запрос для того, чтобы ускорить и как-то напомнить о таком документе, на который необходимо направить ответ в мой адрес. Я надеюсь, что в ответе будут указаны какие-то аргументы, более-менее хотя бы объясняющие такую позицию в Арфоломее. А сможет ли Крым стать, вот уже говорили о том, что в случае особых сложностей на территории Украины, здесь могут у нас в Крыму, в Херсонесе собрать Священный Синод и уже каким-то образом помогать решению вопросов украинского города? Я считаю, что, конечно, потому что здесь исторически, символически, наша земля крымская, это земля, с которой зародилось православие. Именно здесь, в Херсонесе, принято православие, крещена Русь, Киевская Русь. Может быть, все идет к истокам, и на нашей крымской земле будет принято еще одно очень важное решение по сохранению нашего православия. В любом случае, Крым, он наиболее защищен из всех, вот сейчас, частей Украинской православной церкви. Конечно же, крымчанам, православным крымчанам не за что бояться. И с религиозной точки зрения, и с военной, я вам скажу. Иван, ну хорошо, а вот на ваш взгляд, Украина, вот на сегодня для России, это уже отрезанный ломать, или все-таки консолидация украинского общества, я имею в виду нормальных людей в этом обществе, в которых хотелось бы верить все-таки большинство, да, может способствовать налаживанию отношений. Знаете, вот то, что происходит уже практически пять лет, разрушение, последовательное разрушение, когда вот из той стены дружбы, братства, которое было, вынималось сначала по кирпичику, потом по два, потом эту стену начали шатать и вообще ее ломать. Конечно, это происходит очень быстро, ломается очень быстро, строится очень долго. Поэтому недооценивать того, что сейчас происходит, нельзя. Вот Порошенко, он уйдет, конечно же. Если не уйдет сейчас, уйдет позже и никуда не денется. Но вот этот раскол, который прошел по вере, по людям, а еще раньше прошел по многим семьям, когда политические взгляды и взгляды на те события, они разделили людей, он никуда не денется. И эти раны надо будет врачевать долго. И я могу сказать, что слава Богу, что наша страна, наша церковь демонстрирует поистине божеское долготерпение. Мы очень много терпим. И мы понимаем, что многие наши братья, друзья на Украине сейчас просто молчат, потому что они не могут говорить. А многие те, кто говорят, они просто заблуждаются. Вы говорите, что Россия демонстрирует, Наталья. А на Украине остались те люди, нормальные люди, я имею в виду, из руководства или людей, способных вести за собой народ, политики, люди, с которыми можно разговаривать, договариваться и выстраивать отношения на долгосрочную перспективу. Из числа простых людей, я уверена, что эти люди, конечно же, есть. Но из числа политиков и тех, от кого зависит принятие политических решений на Украине, я таких не вижу. Их, конечно же, убирают, их не ставят, не назначают на определенной должности. Поэтому, ну, к сожалению, им не разрешают прийти к власти. То есть, по сути, президентские выборы, даже если Порошенко проиграет, или когда Порошенко проиграет, да, судя по всему, они ничего не изменят? Если нет таких людей в политике. Ну, конечно, при такой власти невозможно что-либо изменить. Ведь в основе всего лежит экономика, лежат деньги, сырье, ресурсы. Мы же это все прекрасно понимаем. Ну, даже на практике автокефалии, да, мы можем понимать, что в основе всего лежит материальное благо. Но когда-то и МВФ, и американцам надоест, что то, что они туда вливают, по большей части банально разворовывается. Понимаете, вот, да, там есть определенные требования, там, в три раза увеличить цены на газ, там, и так далее, привезти. Но это внешнее. А внутреннее, то, что те деньги, которые сегодня подпитываются украинской экономикой, рано или поздно, они крайне начнут завертывать. А вот когда они начнут завертывать, все равно, как правильно сказал президент Владимир Владимирович Путин, что, тем не менее, несмотря на все вот эти перипетия, торговый оборот у России и Украины растет. Все равно в основе экономика. И все равно Украина экономически все равно придет к нам. Ладно, я хочу сказать, что вот уже говоря, наверное, о деятельности Госдумы в целом, да, крайник пока подкручивает нам. Я сейчас вот о ряде непопулярных реформ, там, резонансных законов, да, в том числе и пенсионные реформы. Наталья, вы голосовали против. Почему и вот как это сказалось на ваших отношениях с однопартийцами? Почему против? Я уже объясняла свою позицию, потому что против. Свои предложения я вносила, их не поддержали. Я предлагала предоставить людям возможность альтернативное право, то есть право выбора при достижении пенсионного возраста, прежнего пенсионного возраста, 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, право выхода на пенсию, либо продолжать дальше работать. Ну, каждый оценивает свои силы. По состоянию здоровья, либо наличие внуков, либо наличие желания уже оставить эту работу и жить на ту пенсию, которая платится, пусть она будет, которую выплачивают, пусть она будет маленькой пенсией, но тем не менее оставить работу и находиться дома и получать свою заслуженную пенсию. А те люди, которые чувствуют в себе много сил, энергии, и хотят продолжать трудиться, и хотят заработать больше пенсию, они имеют право продолжать работать. Но у вас возникали сложности из-за вашей позиции? Сложности внутри коллектива, внутри Государственной Думы, среди однопартийцев. Вы знаете, я хочу сказать, что после голосования ко мне многие подходили депутаты из фракции «Единая Россия» и передавали слова благодарности от своей семьи за мою позицию. И при этом сказали, что они так не могли, потому что у них определенные обязательства, у них семьи, им надо жить дальше. Но вот ходят слухи, что на следующих выборах вы будете участвовать уже от другой политической силы. Это так? Ну, знаете, пока до выборов мы доживем, разное у нас время не стоит на месте. Мы меняемся, все меняется в нашей жизни. Мы, к примеру, сейчас тоже думаем над проектом одним очень большим, чтобы объединить все наши социальные проекты в один проект и создать общественное движение. Наше общественное движение социальной направленности. Не политическое, а общественное. Я вот процитирую, новая политическая сила основана на искренности, честности и справедливости к простым людям, сильной страны. Да, конечно, потому что любое общественное движение, любая работа, связанная и с обеспечением социальных прав, она связана и влияет на политику в общем. Поэтому, конечно, политика наша меняется от конъюнктуры, от общественных проектов. Ну вот, учитывая ваши какие-то предпочтения, можно ли говорить о том, что эта организация будет монархической направленностью? Вот многие меня спрашивают по поводу того, что... Даже не спрашивают, а сразу утверждают. Вы монархистка. Да нет, я не монархистка. Ну как-то да, не верится. Да? Нет, у меня особое отношение к нашему святому государю Николаю II, но я не монархистка. Ну вот, законодательная деятельность для вас, это шаг вперед после работы в прокуратуре? Или все-таки больше возможностей для продвижения ваших идей для защиты интересов общества было, когда возглавляли прокуратуру? Или уже когда стали депутатом парламента? Депутат — это новый опыт, а прокурор — это больше полномочий. Я прокурором могла людям помочь очень быстро, оперативно и качественно. Будучи депутатом, у меня нет таких инструментариев, которые были, когда я занимала должность прокурора. Но я с этим тоже справлюсь. Господин, у нас, в принципе, семейный подряд, да? Наталья депутат, вы помощник, юрист. Вот, Иван, а в этом больше плюсов или минусов? Мы вот так плавно от международной повестки перешли уже к внутрисемейным вопросам. Саш, ну больше для кого плюсов? Семья — это одно целое. Да, конечно. Для семьи я надеюсь, что это больше плюсов. Ну, насколько я знаю, вы даже книгу вместе пишете. Что за книга? О, это интрига, поэтому мы расскажем совсем немного, потому что книга, она совершенно новая, она совершенно уникальная, я считаю. Не побоюсь этого слова, потому что в этой книге очень многие узнают себя с разных сторон. А события? События. Автобиографическая книга с художественными вставками. То есть, чтобы было читателю интересно все это. Но исторические факты будут соблюдены. Исторические факты, конечно. Все это на реальных событиях. Это вся наша жизнь. И, кроме того, вот еще учитывая любовь к аниме, к образу Натальи... Японцы навязали все-таки, да? Ну, нет. Мы каждую... Ну, нам нравится. Мы каждую главу, а их будет, ну, сейчас примерно 15 глав будет... Это иллюстрации, да? Да, да, да. Перед каждой главой будет обязательно аниме, такое тематическое. И, кроме того, масса фотографий из личного архива, семейного, которое ни разу, нигде еще не публиковали. Ну, просто когда ждать? Мы даже с вами спорим. Я говорю, да не надо эту фотографию. Ну, я там в таком юношеском возрасте. Тут не надо. Надо. Пусть посмотрят. Это история. Когда ждать книгу? Ну, мы надеемся, что в конце февраля она уже выйдет. Это к тому, чтобы вот Крымской весне, к пятилетней годовщине можно было ее презентовать. Здесь, в Крыму, обязательно для крымчан сделаем такую презентацию. Обязательно подарите Петру Порошенко, пусть узнает, как было на самом деле. Он ее признает экстремисткой сразу, 100%. Но при этом у себя будет хоронить на полке. Господа, я благодарю вас за беседу, вам во всем успехов. И, конечно, с Рождеством поздравляю вас и наших телезрителей. Спасибо за внимание. Увидимся уже совсем скоро в программе «Вечер. Лайв» в прямом эфире.